Так, на 15.00 семейная пара, на 17.30 фотосессия с животными. Хоть бы успеть с этой семейной парой. Здравствуйте! Не будем терять времени! Сразу присоединяемся к своему любимому, присаживаемся и начинаем обниматься. Да, вы любите друг друга, вы хотите друг друга, вы нежные, страстные, амбициозные, вы, вы молоды, вы любите экстрим! Да, больше экстрима, больше поцелуев, больше страсти. Да, вы страстные, страстные животные. Ой, ну что же, тогда больше секса. Секс, он живет в вас, животная страсть. Ну хорошо, продолжим, и это будет еще сильнее. Да, целуйте. Ну же, пару кадриков и все. Закругляемся, друзья. Ну хватит уже. Эй, ребята, ну, как бы, может, все уже? Просто... Ой, ребята, жару дали! Сначала так стеснялись, ну, понятно, при незнакомом человеке, а потом, честно говоря, сама не ожидала. Сразу понятно, что вы влюбленная семейная пара. А, вообще-то мы не женаты. А, ну, значит, хорошие любовники. Мы даже незнакомы. Как это? Ну, я зашел за виньетками для третьего бара. Я хотела у вас спросить, где у вас полет. Здрасте. Забор покрасьте. Вообще-то мы тут забора не красим, мы автомобили ремонтируем. Слышишь, не беси меня, понял? Ты меня бесишь. Все меня бесит, машина эта бесит. Чего вы так нервничаете? Потому что... Тише, 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 спокойно. Женщина в положении, от беременных можно ожидать чего угодно. Чем могу помочь? Сделайте мне машину. Конечно, конечно. Что беспокоит? Меня все беспокоит, все. Меня все бесит, тормоза. Уберите тормоза. Потому что, когда я нажимаю на тормоз, вот этот звук... Понял? Он меня бесит. А еще колесо. Чувствуете? Что? Чувствуете? Правое-левое колесо. Иди сюда. Да. Чувствуете, как воняет резина и бесит меня этот запах. Бесит, понял? Да, да. Скрутите и выкиньте его. Скрутим и выкинем. Ну, к чертовой матери. Все. Может, еще бензобак скрутить, чтобы бензином не воняло? Ты что, идиот? А он что, больной совсем на голову? Как может не нравится запах бензина? Как я вообще без бензобака ездить буду? Он что, дебил у вас? Да черт с ним. Дебил. Вы же... Чего она стартует на меня? Дядя Палец. И вот это уберите. Что? Вот. И вот. Фары? Да. Вот этот вот оранжевый цвет. Он меня бесит. Этот едкий. У вас костюмы оранжевые, едкий, как фары. Снимите, быстро снимите. Снимай. А ты оставь. А ты красивый. Хотя нет, бесит, бесит. Снимай, да. А, блин. Что? Что? По-моему, началось. Что началось, Диапалик? Что началось? Все началось! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ну и денек. вот я полик как я и предсказывал мальчик ты бы лучше не предсказывал а помог мне роды принимать вот держите 10 тысяч спасибо за что мы же ничего не сделали ну как это ничего не сделали чувствуете резина же не пахнет костюмы ваша же не бесят и напарник ваш очень хороший как вас зовут рома рома хорошее имя сына так назову ты натворил рома рома взял меня и бас обосрамил ничего это деньгам я вас отвезу рома касава вызывали михал вызывали мариночка объясните пожалуйста что здесь происходит где конкретно конкретно на борту объясните почему вы отказались раздавать пассажирам обеды они их не заслужили я им сказала будете себя плохо вести обедом не дал они вели себя плохо а туалеты зачем вы закрыли же меня зачем им туалеты если они ничего не ели и не пили пусть терпит я же их терплю марина вы обязаны помогать пассажирам нашей авиакомпании а не плевать им в душу и в кофе был один только раз это рисунок не получился ни один марина ну же не извини тогда ты сам был виноват а пассажиры которому вы сломали руку тоже сам был виноват да он просто нажал кнопку вызова стюардесс и ваша обязанность подойти и спросить что случилось да он достал меня этой кнопкой я ему ясно сказала договорю по телефону и подойду вас выслушаю что непонятно это кстати следующий вопрос который хотел вам задать вы же знаете что по технике безопасности во время взлета надо выключать мобильные телефоны они забирать их у пассажиров и разговаривать по ним же не это был очень важный разговор с бывшим мне нужно было сказать человеку до свидания пять часов до марина из-за вас нас всех могут уволить поэтому сейчас же слышите меня сейчас же идите и извинитесь перед пассажирами боюсь не получится что они все уже давно вышли как вышли куда ну несколько человек в испании несколько виталии короче по всей европе матушки разметала я людей что вы бросили пассажиров за борт это было их самостоятельное решение что хотите так что ребятки если вы хотите спокойно долететь и не выйти в польше давайте так вы будете заниматься своим делом а я буду заниматься своим ясно а ты же не и нанесла охраннику тяжкие телесные повреждения тяжкие второму охраннику повезло он обошелся всего лишь сотрясением мозга она именно котик забери меня пожалуйста отсюда далее разбила витрину магазина то ладно в дребезги сколько я за это светит ну на вскидку от пяти до десяти охранника и витрину о чем вы говорите это всего лишь начало списка вот продолжение так ладно 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 я понял давайте как-то договоримся о чем вы говорите не те времена не те нынче времена вот раньше бы ну что ж вот эти папочки можете оставить себе спасибо а теперь вот эта папочка ладно ладно все все я понял давайте все ваши папочки вот об чем я и говорю пожалуйста а вы пока в коридоре подождите нужно подписать протокол а я понял понял как вы думаете поверил на все 100 а точнее на на 60 тысяч спасибо вам большое как и договаривались половина вам отлично я вот только спросить хотел а зачем вся эта процедура с охранниками что за история вы понимаете я шубу давно хочу а он денег не дает вот она как-то самой и выдумалась честно говоря если бы он не дал я бы так и сделала если мы с вами не договорились ну что ж если нужно будет там сережки или колья обращайтесь поможем вы знаете я машинку хочу машинку ну давайте подходить через два дня сделаем из вас серийную маньячку а вы даже чем-то похожи очередно спасибо до свидания до свидания любимый наша служба и опасно и рентабельно я анчик я анчик привет а чего это ты здесь ты же в интернете писала что в италию летишь ты знаешь надоело мне это европа я решила так поддержать отечественные курорты да а ты судя по фоткам у нас в тунисе отдыхаешь да да мы практически уже улетели но тут муж мой заболел представляешь не могла его бросить как ребенок ой слыхала билеты на концерт мадонны подешевели всего пять тысяч долларов шара ну а ты знаешь я так и не люблю эти концерты там такая толпень просто собирается как метро ты ездишь на метро конечно же в европе все ездят на метро они борются за экологию так что кто не ездит на метро тот лошара я кстати на выходные только из-за метро туда и летаю вот так экологию люблю ой ты прям как я это та сумка та сумочка фотки которые ты выставляла в интернете то что со скидочкой да ты что на на нау я не одеваюсь магазинах где и скидки я тоже скупой платит дважды это это что сухарики это карутаны в европе их и все едят хочешь нет я на белковой диете янка ха привет лекусь держи беляшек белковой диеты так это женька себе два взнял да да женька как здоровье отлично он беляши я кстати видел тебя недавно на рынке наверно меня с кем-то перепутал да не точно ты была ты там еще эту сумку выбирала в европе штукаики едят вот так долго шлялся Так это еще и наши сухари. Вот, лошара. Виктория Сергеевна, Олег Петрович. Я вас Богом прошу, умоляю, срочно беритесь за воспитание своих сыновей. Все вот так вот плохо? Да, очень плохо. Они договорились со стекольным магазином об откате. Теперь в школе регулярно бьются стекла, а они получают проценты. От шалопаи. Если раньше они дергали просто девочек за косички, то теперь они эти косички отрезают и продают на парики. Быть этого не может. Да может, может. Вы видели при входе надпись «Завуч лох»? Их работа. Нет, завуча. А зачем он это сделал? Они ему сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться. Негодяки. Какой кошмар. А ваш? Вчера подрался с охранником. А за что? Ну, как всегда. Из-за бабы и оба были выпившие. Ну, так что же нам делать, Надежда Константиновна? Что делать? Воспитывать. Надо. Применять систему поощрения, наказания. Вот я вспоминаю свое детство. За хорошее поведение родители покупали мне то пирожное, то мороженое. Вот. Ну, я понимаю, пример не очень удачный. Может быть, нужно, чтобы вы им подыскали другую школу, не знаю. Мы искали, но... Нигде нет больше вакансий ни трудовика, ни физрука. Только вы их терпите. Ну, потерпите еще, Надежда Константиновна. Ну, сколько им на той печи осталось? Потерпите немножко. Хорошо, я потерплю. Я потерплю, но только из уважения к вам. Спасибо. Мы же им денег на пиво не давать. И на баб не давать. Не буду. Друзья. Здравствуйте. Вот что-то шумит. Вот шум прям какой-то, вот не знаю прям. Вот шум и все. Я думаю, это цепь у вас шумит. Не-не-не, цепь вряд ли. Меняли только вот на предыдущем ТО. Вот в повороте чуть больше восьмидесяти иду, шумит. Вот прям нарастает шум. Вот фуру обгоняю, прям такой шум, что аж звенеть начинает в ушах. А-а-а. Вот что оно такое, хрен знает. Может это, да, навесное оборудование? Спойлеры там, зеркала. Нет, я здесь зеркала снимал, пробовал. Только хуже, только хуже. В этом, в пробках то же самое. Звон прямо, я тебе говорю. А-а-а, понял. Не против, если я на вашей машинке сейчас проедусь, послушаю? Да-да, конечно. Я закрою. Ага. Шумит вот прямо, шумит и шумит. Куда прешься в грязном? Обещали быстро починить 10 минут, 10 минут. У меня рассада вянет, мне на дачу надо. Спокойно, женщина, починим. В общем так, шум я в машине вам устранил. Класс, спасибо. Тишина. Заметили, да? Прям шепчет. Да. Значит, смотрите. Одну детальку я пока временно на изоленту посадил. Ага. Но я вам советую, вам нужно срочно поменять этот агрегат. Понимаете? Понимаю, понимаю, да. Вы знаете, вот у меня аналогичная проблема с тёщей. Ой, это ж две детали одного узла. Тут только в сборе менять надо. Ну ничего. Давайте приезжайте на следующей неделе, что-нибудь решим. У меня как раз яма освобождается. Правда? Да. Спасибо ещё раз. Да не за что. Здравствуйте. Здравствуй, дочь моя. Здоровья, счастья, клиента хорошего. Путешествий красивых. Батюшки, сейчас кризис. Мы не то что церкви. Мы своим зарплату не можем выдать. Поэтому извините. Нам бы тур оформить. А, то есть для кого-то кризис, а для кого-то тур оформить. А к вам нельзя на работу случайно, я... Доченька, у нас не просто тур какой-то. У нас миссия священная. А, ой, простите. То есть вы хотите по святым местам? Иерусалим, Ватикан, Вифлеем, правильно? Святые места подождут. Нам бы в Монако. Или в Лас-Вегас. Где казино получше? К-казино? Да. Хотим, если выиграем, новый храм построить? Да. Не для нас. Для прихожан. А если проиграете? Ну, то воля Божия. Значит, недостаточно молились? Или недостаточно искренне были? Или тупо не подфортило? Как в прошлый раз. Все. Недобор и недобор. Помните, Ватикан? Если бы стрит-флэш с последней раздачей не пришел бы, все. Не то, что новый. Старый пришлось бы закладывать. Да. А все потому, что вера у нас сильная. И карты в рясу. Хорошо прячутся. Ну, вы же понимаете, что Монако – это, ну, как бы, не дешевая поездочка. Ну, не дороже ведь храма нового. Сколько конкретно? Ну, примерно три тысячи долларов с человека. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оформляйте. Мы-то рассчитывали на пять с человека. Получается, что лишние деньги у нас. Значит, шанс-то наши увеличиваются. Казино-то. Оформляйте, оформляйте. Ровно шесть тысяч долларов, доченька. По курсу, конечно, церковному. А он выше официального. А я могу задать один вопросик? А откуда у вас столько денег? Про лишних вопросов лучше не задавать. А лучше в церковь сходи, помолись и не забудь сделать пожертвование. Я достаточно ясно изъясняюсь. А? Вот и хорошо. Оформляйте. Жека, здорово! Ты что, опаздываешь на целый час? Ты что, забыл, какой сегодня день? День опоздания целый час? Нет. Сегодня самый лучший день! Сегодня же наша начальница в отпуск ушла. Блин, точно! И теперь мы в офисе можем делать все хотим! Это ж мы можем теперь на весь офис орать! А на ком нам на овца? Да! И сегодня, наконец-то, мы можем откселить свои ягодицы. Че, я первый? Че, я первый? Че, я первый? Я первый! Закажу себе рамку и дома повешаю. А я уменьшу и в портмоне засуну. Слушай, как круто, что Ана Кондовны нет. Это ж можно хоть голым по офису ходить. Не можно, а нужно! Вот это я понимаю, работа мечты. Ана Кондовна, вот тебе они отсчеты! Стучаться надо! У вас че, вообще мозг вывел, рукожопые? Да нет, мы просто творим, че хотим. А на Кондовна же в отпуск. А вы че, не в курсе? В курсе чего? Не, вы не рукожопые, вы же поголовые. Перед отъездом уважаемая мною Яна Викторовна установила камеры видеонаблюдения, чтобы следить за вами, онлайн-придурки. Здрасте. Яна Викторовна, а вы что, нас видите? А мы тут с коллегой отрабатываем новые методы написания отчетов. Да, и хотим за это премию. Дадите? Да, ребята, боюсь, что вместо премии вы получите то, что вы вместо отчетов предлагали. Вот, ваши премии. А че такие маленькие? А как работали, так и заработали. А-а-а! Мариночка, ну, пожалуйста, можно я в машину сяду? Пока не сменишь одеколон, нет? Ну, дышать же невозможно, Женя. Это не одеколон, а, между прочим, дорогой парфюм. Прошлогодняя коллекция. Вот именно. Вот представь, чтобы я сидела в машине и ела прошлогодние бутерброды. Вот тот же эффект, Жень, понимаешь? Нет. Это, это, это... Ну, понюху. Иди, ну. Ну, что? Ай. О, парноколесная, а ну, стоять. Откуда резина? От Лексуса вести, да? Да не, это моя зимняя. Поменял. А-а-а, поменял. Резину на кирпичи. А ну, колись, кого разу. А? А? А, детей. Каких еще детей? Своих. А-а-а. Олечку и Остапочка. Им-то ботиночки надо было бы купить. А я вот, резину. А-а-а. Ну все, я... Да не, а не поздновато резину меняешь? Май вроде на носу. Да? Ага. А! А-а-а. Так у меня традиция. Я пока елку не вынесу, резину не меняю. А-а-а, понятно. Ну все, я... Да, подожди, подожди. Внимание всем постам. Совершено нападение на полицейскую машину. Преступник унес две шины. О. Блин. Третий, третий. Движется в направлении. В руках шины. Марина! Внимание. Марина! У нас тоже колеса свинтили. Блин. Первый, первый. Внимание преступника не обнаружено. Движется, наверное, в направлении четвертого. Че стоишь? Устанавливай нам колеса, давай. Ты че стоишь? Помогай ему, давай. Нам! Парфюмер. Ха-ха, точно. Нам! Ха-ха-ха. Давай нам! Ну как же вы так не внимательны? Нет. Да. Здравствуйте, доктор. Добрый. Здравствуйте, доктор. У нас с женой проблемы с алкоголем. Это у тебя проблемы. У меня все нормально. Помолчи, пожалуйста. Короче так, доктор. Дело в том, что пью я. Да, он пьет. Ну, на самом деле это лечится, только вам к наркологу. Заткнитесь оба. Дело в том, что пью я, а все ощущения испытывает она. В смысле? Да в прямом. Я выпиваю рюмку, а весь кайф чувствует она. Знаете, это удивительный случай, и мне даже как-то не верится. А вы могли бы, доктор, продемонстрировать? Давайте не будем, пожалуйста. Почему нет? Давай, давай. Ладно. Как сухую землю. А вы, доктор, импозантный молодой человек. Вика. Молчу, молчу. А иначе получу. Ну что, что ты на меня так смотришь? Ты меня вообще уважаешь? Ты меня вылечишь или... Все, все, все. Успокойся. Убедились? Ну, это действительно удивительно. А давно это у вас? После партнерских родов. Да. Она рожала, а все болевые ощущения чувствовал я. Родила, как пробка, вот так. И все. А восстанавливался три недели я. Все, все. А давайте между первой и второй. Перерывчик. Вика, все, иди в коридорчик, расслабься. А, а, поняла. Ваши мужские разговорчики, все, все, не мешай, я жду внизу. Знаете, случай действительно уникальный. Я вам дам направление в центральную поликлинику. Я думаю, вам там помогут. Скажите, а вы точно хотите от этого избавиться? Да, конечно, доктор. Это получается, что я зря бухаю. Я продукт перевожу. Ну, как мужчина я вас понимаю. Думаю, мы вам обязательно поможем. Угу. Доктор, а это еще не все. И? После этих партнерских родов все сексуальные ощущения ее испытываю я. Простите, это как? Ну, что непонятного? У нее оргазм, а чувствую это я. А такое бывает? Господи. Да бывает, понимаете? Она начинает... Все хорошо? Куда она пошла? Ну, доктор, если она зайдет в этот кабинет, передайте ей, что я... О! 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 Белого моя свежда. Чувствую, сегодня непростой рейс будет. Привет, мальчики! Гурген Георгиевич, отдельное здрасте. Здравствуй, здравствуй, Викуличка. Здравствуй, девочка наша. Наша птичка наша, маленькая ягодка наша. Викуля, красотыля, привет. Привет. Надеюсь, полет сегодня пройдет отлично. Я на это тоже надеюсь. Пойду проверю салон. Какая, а? Хорошая девочка. Нужно будет ей по прилету какой-то подарок придумать, а? Гоги, я, гоги, я, чалковый, ноги, я. Дебилы одни, этими авиалиниями летают. Принесите мне телятины, я курицу не ем. Корова, она себя в зеркало видела. Чего ты смотришь, рули давай. Где в этом кукурузнике кофеварка? Ёбка. Ты сейчас что-то понял вообще? Они настроение меняют чаще, чем белье. Пролетаем над Парижем. Боже, как я люблю Париж. Я когда над ним лечу, я такая вся влюбленная, влюбленная. Викуся, с тобой все в порядке? Ну, конечно, Урген Георгиевич. Я вообще, когда думаю о Париже, я такая любвеобильная. О, надо работать, надо работать. Ничего не понимаю. Опять хорошее. Вы нормально вести можете? Как маршрутчики какие-то. Почему самолет трясет постоянно? Вы бы еще шансон включили бы. Вика, я не понимаю, что происходит? Объясни наконец-то. Слышишь ты, таракан усатан, какая у тебя Вика? Ты как с командиром разговариваешь? Что-то сказал? Ты здесь? Я просила сюда не заходить. Урген Георгиевич, простите, пожалуйста, это сестра моя. Я попросила подменить я, но она заболела. Такое впечатление, что вы от разных пап и от разных мам. Ой, слышишь, молчащие. Что ты смотришь? Рули давай. Эй, слушай, сделаем так. Ты будешь работать в салоне с пассажирами. Эй, а ты будешь нам кофе приносить. И все остальное. Это что за намеки, все остальное? На троих. Терее. Терее. Э 3 Терее. С respective. Ней растительное.